Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня проблема, у молодого человека ментальные проблемы. Так у вас проблема или у него ментальные проблемы? Из-за этого он часто вливает в свою агрессию на меня, слишком много требует, злится по мелочам и срывается. Если вы знаете, что он это делает из-за своих ментальных проблем, то вы, получается, продолжаете принимать это на свой счет. Говорите, что я не должна делать то, что от меня не просто. И как вы сами к этому относитесь, как вы относитесь к тому, что он вас об этом просит, вам тяжело эту просьбу, условно говоря, выполнить. Утверждает, что мне не стоит интересоваться, как у него дела. Ну, опять же, человек, может быть, находится не в ресурсе сейчас и не хочет, ну, говорить о себе. Говорит, что я ему мешаю. Не хочет общаться, пропадает, уходит, аргументирует тем же, что хочет спокойно побыть один. Предполагается, что с вами ему не спокойно. Почему-то. Вот. То есть, ну, вот, почему-то с вами ему не спокойно, почему-то с вами не может, ну, расслабиться, да, и так далее, и так далее. То есть, я в данном случае ни в коем разе и на что не намекаю, да, но если человек, вот, хочет, ну, спокойствие, да, хочет побыть в спокойствии, вот, и получается, что вы, как бы, противитесь. Ему в этом, если я правильно понимаю. Вот, опять же, да, обратите на меня. Пожалуйста, если я здесь не прав, ну, вот, значит, вы противитесь тому, чтобы человек был спокойный. Мне больно, подскажите, что делать. Отчего вам больно? Что вызывает боль? Дело в том, что, я думаю, боль вызывает переживание некого такого отвержения. А может быть, боль вызывает страх того, что человек, ну, опять же, вот, да, по вашему мнению, может вас бросить. То есть, вы, вероятно, как-то, 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 ну, как-то, вот, боитесь этого, что мужчина вас бросит. То есть, как-то всю эту ситуацию вы воспринимаете на свой счет. Вот. Что хочется сказать? Ну, во-первых, действительно, ситуация неприятная. Это правда. Вот. И, на мой взгляд, ну, глупо отрицать. Очевидное, да, то, что, ну, неприятная ситуация складывается, неприятно, неприятно и прочее. Вот. Но, то, что вам больно, так же вполне, ну, вполне нормально. В данной, ну, в данной ситуации. Вполне нормально. Потому что, это неприятно. Вопрос в характере вашей боли. Это первое. Вопрос в возможности боль крошить. То есть, ну, вот. Проговорить ее, вербализовать ее, переработать ее, если хотите. Вот. И сформировать, да, переформировать во что-то другое. Вот. Это такой момент. Момент. И, соответственно, после этого посмотрите, а что вы чувствуете к молодому человеку в данный, в данный момент? А чего вам хочется для него? Например, и хочется ли вам вообще чего-то для него сейчас? А чего не хочется? Может быть, вы как-то себя чересчур, вот, ну, заставляете, да, чересчур себя напрягаете, вот, этим, тем, что у него проблемы и пытаетесь его спасти. Если так, то очень важно понимать, для чего вы это делаете, зачем вы пытаетесь его спасти. Вот. Именно ваша мотивация. Потому что, если вы это делаете для него, то он сейчас говорит о том, что ему нужно. Он говорит, как ему хочется. И, если вы хотите помочь ему, то, наверное, лучше сделать так, как он просит. Тем не менее, этого вы не делаете. Вместо этого вы, вот, ну, судя по всему, да, и внутренне сопротивляетесь этому. То есть, вам больно. Ну, вот, нужно смотреть. Не применяете ли вы свою мотивацию и не путаете ли вы то, что вы хотите условно для молодого человека, да, и то, что вы хотите для себя. И то, и другое важно. И то, и другое очень важно. Вот. Мы не будем обесценивать здесь что-то. Вот. Но действия и формы поведения различаются. Поэтому с этим тоже нужно разобраться. И в целом, ну, человек, у кого-то человека, у которого есть проблемы, да, в первую очередь нужно смотреть, решает ли он их. И во вторую очередь необходимо работать с личными границами, чтобы не заражаться его, ну, поведением, да, его, его проблемами. Вот. Если вам сложно это сделать, да, то есть, если у вас есть проблемы с личными границами, вот, вы чувствуете, как растворяетесь в мужчине. Ну, то, и вот тоже психолог поможет вам с этим поработать. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Обращайтесь.